Друзья, когда этот сюжет уже готовился к выходу, я случайно вспомнил, что у меня есть не только линзовые фары на моей ГТО, но также случайно завалялась крусталик от Хонде Аккорд. А это значит, что диоды мы сможем проверить не только на достаточно редко встречающихся фарах с линзовой оптикой, но и на таких фарах, которые есть у всех у вас, которыми снабжается потребляющая большинство современных автомобилей. Здесь тоже стоит профиль HB4, поэтому мы сможем посмотреть, способны ли обычные фары, заточенные под лампочку накаливания, формировать правильный световой пучок, что будет для вас особенно полезно. Для того, чтобы вам было с чем сравнивать, я еще один лишний раз покажу, каким образом можно сфокусировать линзовую оптику. Точнее, каким образом она фокусируется по умолчанию. Кстати говоря, фокусируется, опять же, уже только поездив, я это понял, она все-таки не совсем правильно, потому что конкретно вот эта ширина полосы, вот эта ширина сама, она немножко больше. Что в моем случае огромный плюс, ведь фактически это получается дополнительное освещение дороги передо мной. Именно дорогу перед собой я не видел, а не номера, допустим, машин, которые едут в попутном со мной направлении. Как вы видите, абсолютно ровная, четкая полоса. Более того, здесь есть четко видна ступенька. В моем случае ступенька в левую сторону, полоса расширяется в левую сторону из-за того, что это праворульная машина. Запомните, как это выглядит. Сейчас то же самое посмотрим на рефлекторной оптике. На оптике, которую обычно называют хрустальными фарами. Но для начала, минутка интриги. Вернемся опять к сравнению этих двух лампочек. Вот она, обычная лампочка накаливания, галогеновая, и вот она диодная. Что дает мне надежду на то, что все-таки фоток будет сфокусирован. Во-первых, и та, и эта лампочка не светят вверх. Более того, то есть непосредственно вперед. Более того, здесь, как вы видите, в самой фаре, видите, отражатель существует. То есть, в принципе, непосредственно световым пучком от лампочки светить вы никого не будете. Вопрос только в фокусировке. Правильно ли сфокусирован будет пучок света? И для начала мы будем проверять это с обычной галогеновой лампочкой, чтобы посмотреть, чтобы взять что-то за образец, посмотреть, как светит обычная фара ближнего света. И светит она, надо сказать, приемлемо. В аккорде не самая плохая оптика. Так, надо отключить диод. Потому что до этого было ничего не понятно. И теперь давайте посмотрим на вот такую вот кляксу, можно сказать. Вот сейчас фару я поставил. Как вы видите, так как это арабские фары, то здесь нету никакого пучка, так же, как в США. Она сидит просто ровной линией. Никакой галочки в эту сторону у нас не наблюдается. Вот это у нас и освещает дорогу. Не стремя на то, что в целом аккордовская оптика меня устраивала, мне ее пока не отполировал фары тоже не хватало. Поэтому начните, безусловно, с полировки фар. Видео об этом есть на моем канале. Итак, битва поколений. Что же победит, 20-й век или все-таки 21-й? Лампочка накаливания, либо светодиод. Встречаем светодиодную оптику второго поколения. Если до этого у нас были достаточно две четкие линии, очень плоские, с очень четкой гранью, то давайте-ка посмотрим теперь на мою тень. Вот смотрите. Обратите внимание, насколько далеко все еще оно есть. Моя тень. И сами фары. Вот здесь вот мы непосредственно на фокусировке находимся. Ну, надо сказать, сами фары слепят не сильно. При всем, при этом-то. Да и выглядят они очень симпатично. Попытаемся посмотреть, что будет вот так вот. В общем-то, в принципе, именно диоды второго поколения, в отличие от первого поколения, хотя бы можно настроить. Полоса световой границы не имеет такой четкой выраженной границы, как, допустим, в случае с линзами. Но, как вы видите, вполне себе нормальная фокусировка. Я могу четко смотреть, куда светится твой пучок. Давайте отойдем чуть-чуть подальше. Примерно вот так бы это было бы в реальной жизни. Да. И посмотрим, будет ли слепить меня эта фара. Нет. Она горит примерно, как просто яркая лампочка. Так что, господа, даже если у вас абсолютно обычная рефлекторная оптика, могу рекомендовать поставить такую диодную лампочку. Здесь победитель, безусловно, светодиод. И для того, чтобы окончательно расставить все точки над Йо, никому неинтересное сравнение хрустальных фар с линзовой оптикой. И, как ни странно, дамы и господа, я в замешательстве, я не смогу сейчас рассказать, кто из них победил. Говорят обе фары, как вы видите. При этом, у обоих, в принципе, верхняя граница достаточно четко выражена. Да, слепит при этом сильнее, безусловно. Фара с хрустальной. Но вот если я сейчас закрою, вот это я закрыл линзу полностью. И вот сейчас я полностью закрою хрустальную фару. Как мы видим, линзовая фара светит большим пучком, светит ярче и светит более направленно. Фокусировка, безусловно, лучше. Хрустальная фара лучше освещает, как ни странно, пол. Обратите внимание, именно саму дорогу перед собой она освещает лучше, чем фара линзовая. Видите, как высоко она начинает свою работу. конечно, в ГТО, когда у тебя капот и закрывает весь обзор, это не критично. А вот, допустим, если у вас машина с пологим капотом и вы видите буквально дорогу перед собой, даже не знаю, пожалуй, впервые, когда я вижу, что линзы, ну, правильно, плохие линзы с Mitsubishi хуже, чем хорошие отражатели с обычной машиной. И напоследок, проездив с этими лампочками неделю, я услышал, что эти вентиляторы оказывается достаточно сильно слышно. Ну, конечно, когда ты заезжаешь в темный-темный лес, такой обслуженный глушь, где можно услышать даже, как ржавеет Opel слышно эти вентиляторы достаточно неплохо. Что, в общем-то, меня не напрягает. В отличие от, опять же, лампочки накаливания, за саму вот эту вот, саму вот эту алюминиевую часть я могу спокойно браться, даже после того, как лампочки проработали достаточно продолжительное время. Посмотрим, что будет летом, насколько сильно они будут греться летом. В заключение хотелось бы сказать следующее. Поездив уже с диодными фарами целую неделю, я могу сделать определенные выводы. Во-первых, да, действительно, они светят ярче, а это значит, это более безопасно для нас. Да, действительно, я не слеплю встречный поток, но по крайней мере, с линзовой оптикой. Несмотря на то, что машина у меня праворульная, и, в общем-то, свет направлен как раз-таки на встречку. Но, стоит ли покупать их вам? Тут вопрос, конечно, тот, на который вы должны ответить себе сами. То, что вы должны знать, и то, что подтвердилось моим опытом, они ярче, они энергосберегающие, что особенно актуально зимой, когда у нас достаточно в тяжелых условиях используется аккумулятор. Они долговечные. В отличие от ксенона, ее можно смело фарить. И именно по этой причине я загорелся, еще хочу купить себе второй комплект лампочек, но уже для фар дальнего света. Но есть и минус. Главный из которых, по крайней мере, с этими конкретными диодами, это неудачная световая температура. 6000 кельвинов это все-таки никто, к чему привык наш человеческий глаз. И, возможно, если вы часто ездите ночью, особенно по трассе, это будет являться определенным минусом. Впрочем, с учетом того, какое количество людей ездит по трассе с ксеноном, который там 6000, даже не на 8000 кельвинов, возможно, вы к этому и привыкнете. Поэтому, брать их себе или нет, вы должны решить сами. По цене же, они по большому счету сопоставимы китайскому ксенону, либо ненамного дороже хороших фирменных лампочек накаливания, которые по цветовой отдаче, а именно в антилюминах, будут примерно сопоставимы с этими диодами. Но проигрывают им по всем основным качествам, в частности, долговечность и энергопотребление. На этом всем спасибо, всем пока, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова